Здравствуйте, меня зовут Марина. Я работаю тренером-преподавателем уже 12 лет. Сегодня я хочу вам представить комплекс оздоравливающих упражнений для сердца и сосудов. Прежде чем приступить к занятиям, вам необходимо проконсультироваться у врача. Если во время занятия вы почувствуете боль в мышцах, углоокружение, либо какой-то дискомфорт, пожалуйста, прекратите занятия и обратитесь к врачу. Занятия должны быть регулярными. Старайтесь заниматься не менее трех раз в неделю. В другом случае у вас не будет результата. Итак, приступим. Приступаем к оздоровительному комплексу для ослабленных людей. Данный комплекс подойдет для людей физически слабых и пожилых. Первое. Начинаем с вами с верхней части туловища. Садимся прямо, ноги выпрямить, спина ровно, пресс напряжен. Руки выводим перед собой и в этом положении начинаем представлять, будто мы натягиваем лук со стрелами. Уводим локоть правой руки назад, вдох, и на выдохе возвращаем руку в исходное положение. То же самое повторяем с другой руки. Увели локоть назад и вернули. Делаем пять раз. Назад в исходное. Еще. Дыхание равномерно. Стараемся отводить лопатку назад. Еще три раза. Три. Два. Не торопимся. И последний. Отлично. Закончили. Опускаем руки. Проверяем свое исходное положение. Из этого положения руки переводим вперед. Кулаки сжаты, локти прижаты к туловищу. Из этого положения мы выводим руку поочередно вперед перед собой, как будто наносим удар. Выполняем данное упражнение. Также примерно шесть раз. Локоть у нас выпрямляется, но не переразгибается. Еще три. Два. И последний. Отлично. Опускаем руки. Теперь из этого же исходного положения выполняем упражнение руками. Выводим одну руку вперед, другую назад. И меняем исходное положение. Размахивая руками. Руки у нас прямые. Также не забываем держать спину ровно. Мышцы живота в напряжении. Еще четыре. Три. Два. Закончили. Опустили руки. Выводим руки перед собой, ладони вместе. Представьте, что вы моете руки и выполняете движения руками. Вперед-назад. Данное упражнение можно выполнить 20-25 раз, как бы разогревая ладони. Закончили. По мере того, как вы становитесь более выносливым, вы можете данное упражнение выполнять с большим повторением. Теперь переходим к нижней части тела. Сейчас поработаем над подвижностью тазобедренного, коленного и глиностопных суставов. Ладони упираются в пол, спина ровно. Одну ногу подтягиваем к груди, сгибаем к колене. Отводим в сторону, пытаясь положить на пол. Снова возвращаем к груди и выпрямляем. То же самое повторить с другой ноги. Колено подтянуть к груди. Отвести в сторону. Согнуть. И вернуть в исходное положение. Продолжаем. С другой ноги. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Дышим равномерно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще повторим два раза. Колено к груди. Отвести в сторону. Привести. И выпрямить. Другая нога. Отлично. И последний раз. К себе. В сторону. К себе. В исходное. Отлично. Закончили. Одна нога у нас согнута, другая прямая. В этом положении с помощью рук постарайтесь взять себя за стопу и потянуть колено максимально к груди. Это поможет вам улучшить подвижность тазоберенного сустава голеностопного. Задержали положение и поменяли ногу. Другую согнуть. Взяли за стопу, потянули максимально к груди, задержали примерно 20 секунд. Отлично. Меняем. Еще. Согнуть. К себе. И держим. Старайтесь не округлять спину. Дышим равномерно. Другая нога. И повторим последний раз. Согнуть. Взяли за стопу. Держим. Потянули на себя. И последний раз. Закончили. Следующее упражнение очень похоже на предыдущее, но мы подтягиваем только колено к груди. Держим положение. И выпрямляем ногу. То же самое с другой ноги. Колено к груди. Задержались. И выпрямились. Еще продолжаем. Дышим. Другая нога. И еще повторим. Вы можете работать в своем темпе. Либо чуть медленнее, либо чуть быстрее. Все зависит от вашего физического состояния. И последний раз с другой ноги. Закончили. Рассмотрим комплекс для оздоровления сосудов. Исходное положение сидя ноги прямее. Спина ровная. Мышцы живота в напряжении. Подбородок чуть приподнят. Из этого положения мы делаем вдох, поднимая одну руку вверх. И опуская делаем выдох. То же самое повторяем с другой руки. Сделали вдох. Рука вверх. И выдох. Продолжаем еще несколько раз. Вдох. Выдох. Вдох делаем носом. Вдох. Выдох. Повторим еще два раза. Вдох. 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 И последний раз. Вдох. 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 Отлично. Приступаем к следующему упражнению. Упражнение для подвижности тазобередных коленных и голеностопных суставов. В этом положении мы руки разводим в стороны. Держим спину ровно. И подтягиваем одно колено к груди. Подтянули. Руками охватили и задержали. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Еще раз подтягиваем другое колено к груди. Обхватываем его руками и держим. Продолжаем. В том же темпе. Подтянуть. Вдох. Задержались. На выдохе вернулись в исходное. Еще вдох. Задержались. И вернулись в исходное. Продолжаем. Колено к груди. Держим. Возвращаемся в исходное положение. Еще. И последние два раза. Подтянуть колено. Держим. Руки в сторону. Последний. Отлично. Задержались в том же положении. Руки опускаем на пояс. И выполняем наклон в сторону. Вернулись. Руки развели. Еще раз. Руки на пояс. Руки на пояс. Наклон в сторону. В исходное. Руки развели. Продолжаем. 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 Вдох. Вернулись в исходное. Еще. И повторим. И повторим последний два раза. Руки на пояс. Наклон в сторону. Вернулись. Вернулись в исходное положение. И последний раз. Руки на пояс. Закончили. Опускаем руки. Проверили спину. Мышцы живота в напряжении. Из этого положения руки поднять наверх. Спина прямая. Стараемся опуститься к прямым ногам. Возвращаемся в исходное. И опускаем руки в сторону. Еще раз. Руки наверх. Опускаемся к прямым ногам. Стараемся колени не сгибать. И в исходное. Повторим последний два раза. Вверх. К прямым ногам. Чуть-чуть дольше задержимся в этом положении. Отлично. Поднимаемся. И последний раз. Не забываем следить за спиной. Спина прямая. И опустили руки. Следующий комплекс упражнений мы рассмотрим в исходном положении стоя. Здесь нам с вами понадобится гимнастическая палка. Итак. Ноги на ширине плеч. Стопы параллельно. Колени чуть согнуты. Спина прямая. Палку держим на расстоянии ширина плеч. Итак. Мы отводим одну ногу назад. При этом поднимая руки наверх. Приготовились. Делаем. Отвели ногу. Рука вверх. И возвращаемся в исходное положение. То же самое выполняем с другой ноги. Вдох. И на выдохе вернулись. Стараемся держать равновесие. Еще. Вдох. На выдохе вернулись. Не торопимся. Вдох. Вернулись. Повторим еще два раза. Вдох. Выдох. И последний. Вдох. Выдох. Закончили. Следующее упражнение. Мы с вами разворачиваем корпус в сторону. Поднимаем руки вверх до параллели с полом. Опускаем вниз. И возвращаемся в исходное. То же самое повторяем в другую сторону. Разворот корпуса. Поднять руки. Опустить. Вернуться в исходное. Дышим равномерно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И в другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжаем. Еще. Поворот. Руки прямые вверх. Опустить. Вернулись в исходное. И последний раз. Поворот. Поднять руки вверх. Опустить. Вернуться в исходное. Следующее упражнение. Мы можем использовать палку как опору. Итак. Опора на одной ноге. Колено опорной ноги чуть согнуто. В этом положении мы с вами отводим свободную ногу и руку в сторону. Задержались 20 секунд. И возвращаемся. То же самое повторим в другую сторону. Отвели ногу и руку. Держим. Не забываем, что опорная нога слегка согнута в колени. Опустили. Еще раз. Другая нога, рука. Держим. Не забываем дышать. Как только у вас все будет получаться, мы можем убрать опору и работать только с собственным весом. Еще в сторону. Держим. Старайтесь ногу высоко не поднимать. Максимум 45 градусов. И последние два раза. Отвели в сторону. Задержались. Время удержания увеличиваем постепенно. И последний. Нога. Рука в сторону. Держим. Отлично. Закончили. Кладем гимнастическую палку. Ноги на ширине плеч. Пресс напряжен. Спина ровно. В этом положении мы выполняем круговые движения плечами. Работаем медленно. Круг плечами назад. Еще продолжаем. Последние два раза. И то же самое в другую сторону. Продолжаем круг плечами вперед. Последний раз. Повторим. Круг плечами назад. И круговые движения плечами вперед. Последний раз. Закончили. И заканчиваем комплекс обычным маршем. Маршируем на месте в течение 30-40 секунд. Шагаем на всю стопу. Движение спокойное. Руки работают. Продолжаем маршировать. Переходим чуть спокойнее темп. Остановились. Сделали вдох. И выдох. Закончили комплекс. Рассмотрим комплекс при заболевании гипертонией Данный комплекс способствует понижению артериального давления, уменьшению головных болей и лучшему самочувствию Итак, начинаем в исходном положении стоя Ноги на ширине плеч, колени чуть согнуты, спина ровно В этом положении мы начинаем выполнять марш на месте Маршируем свободно, руки работают активно Стараемся делать упражнения неинтенсивно Шагаем на всю стопу Далее, продолжая марш, мы переходим на пятки Маршируем на пятках И возвращаемся на носки Такую ходьбу нужно выполнять в течение пяти минут, прежде чем перейти к основному комплексу Еще раз шагаем на всей стопе И добавляем дыхательное упражнение Сделали вдох Выдох Руки поднимаем только до параллели с полом Выдох и еще Вдох Последний раз Вдох и выдох Закончили Ноги на ширине плеч, тоже исходное положение Выполняем основной комплекс Руки поднимаются наверх и нога отводится назад Вдох Вдох На выдохе вернулись в исходное положение С другой ноги Вдох На выдохе в исходное положение Не торопимся Следим за своей координацией Спина прямая И продолжаем выполнять то же упражнение Меняя поочередно ноги Еще четыре раза Работаем в своем темпе И последние два Отлично Закончили Руки у нас находятся вдоль туловища Спина прямая Выполняем наклоны в сторону Наклон в одну сторону Рука скользит вдоль ноги И вернулись в исходное То же самое в другую сторону Наклон И вернулись в исходное положение Продолжаем работать медленно Никаких резких движений Еще четыре Вернулись Вернулись Три И последние два раза Наклон Не забываем про дыхание И закончили упражнение Руки поставили в сторону Руки поставили в сторону Проверили свое исходное положение Не забываем про колени Колени расслаблены Выполняем разворот корпуса В одну сторону И вернулись в исходное То же самое в другую Поворот Вернулись Дышим Вдох На выдохе В исходное положение Еще Вдох Вернулись Продолжаем И еще два раза Поворот Вернулись в исходное положение И заканчиваем Опустили руки Руки переводим в стороны Разворачиваем ладонью кверху И зажимаем руки В кулак Из этого положения Мы сгибаем руки В локтевом суставе Опуская кулаки К плечам Можно работать Одновременно двумя руками Можно очередовать Поработаем двумя руками На выдохе сгибаем руки На вдохе разгибаем Дышим равномерно Не торопимся Делаем движение с силой Как будто у нас в руках есть гантели Еще четыре Плечо параллельно полу Три Два Закончили Опустили руки Отдохнули Теперь переводим руки В положение Локоть согнут Из этого положения От плеча Начинаем Как бы наносить Удар вверх Дышим равномерно Выдох Вдох И продолжаем Работать рукой Поочередно Четыре Три Два Закончили Переходим в исходное положение Сидя на стуле Сидя на стуле Стопы стоят на полу Ноги на ширине плеч Колени согнуты Спина прямая Из этого положения Мы начинаем выполнять Круговые движения Плечами назад Поднимаем плечи наверх Отводим назад И опускаем Делаем от шести до восьми раз Вдох Опустить Выдох Еще продолжаем Не торопимся Еще плечи вверх Полукруг Вниз Вверх Вниз Последний раз Хорошо Теперь у нас ладони упираются в стул Мы двигаемся на его край Из этого положения будем выполнять приседания С опорой на руки Итак, вес тела переносится на ноги Опускаемся вниз вдоль стула И возвращаемся в исходное Садимся Еще раз Вниз В исходное Садимся Следим, чтобы локтевой сустав У нас сгибался только до угла 90 градусов И последний раз Закончили На начальном этапе Это упражнение рекомендуется делать не более четырех раз Дальше вы постепенно можете увеличивать Повторение Следующее Садимся глубоко на стул Руки у нас опора В этом положении мы поднимаем ноги вверх И будем делать велосипед Буквально три-четыре раза Затем возвращаемся в исходное Итак, подняли Сделали велосипед И вернулись в исходное Еще вверх Вернулись Последние два раза Ввернулись И последний Вверх Отлично Теперь мы переходим к дыхательному упражнению Дыхательные упражнения помогут вашему самочувствию Итак, руки положить вниз грудной клетки Пальцы смотрят друг на друга, но не соприкасаются Делаем вдох носом И чувствуем, как наши ребра движутся с стороны в сторону На выдохе наши пальцы приближаются к друг другу Еще вдох Выдох Данное упражнение рекомендуется делать от пяти раз и более Критерием в определении количества повторений будет ваше самочувствие Если вы чувствуете, что голова кружится, нужно прекратить упражнение Еще продолжаем дышать Вдох Выдох И последний раз Вдох Следующее дыхание Одну руку кладем на живот, другую на грудь В этом положении Когда вы дышите, вдыхаете Ваш живот движется вперед На выдохе уходит в себя Еще раз Вдох Выдох Ваше ощущение, что то грудная клетка вперед, то живот вперед Руки должны работать поочередно Продолжаем дышать И последние два раза Данные виды дыхания вы можете использовать в течение дня Утром, днем и вечером По несколько повторений Закончили Рассмотрим комплекс упражнений при заболевании гипотонией Начинаем с разминки Выполняем легкий марш на месте Шагаем на всю стопу В течение одной минуты Шагаем свободно Никаких резких движений После выполнения марша на всей стопе Добавим с вами руки Руки движутся в стороны Задержали это положение в течение 30-40 секунд Продолжаем марш Меняем положение рук Выводя их вперед-вверх Продолжаем маршировать 30-40 секунд Возвращаем руки через стороны В исходное положение Переводим руки на пояс И продолжаем маршировать на носках Пополняем тот же марш Отрывая пятки от пола В течение 30-40 секунд После марша на носках Переходим на марш на пятках Продолжаем Стараемся носки держать По направлению потолку Не касаемся пола Отлично Теперь переводим марш На наружный свод стопы Продолжаем маршировать в этом положении Также 30-40 секунд Дальше меняем положение Внутренний свод стопы Продолжаем маршировать Отлично И переходим на обычный марш На всей стопе Добавим с вами дыхательные упражнения Вдох И опустили руки Выдох Еще вдох Выдох Последний два раза Выдох Последний Вдох Выдох Маршируем Маршируем Руки вверх Руки вверх До параллели с полом И возвращать в исходное положение Вдох Подняли руки На выдохе вернули в исходное положение Продолжаем Вдох Не забываем следить за спиной Спина прямая Вдох Выдох 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 И возвращаем в исходное положение То же самое Повторяем с другой ноги Стараемся держать равновесие Не торопимся Опорная нога Чуть согнута И еще продолжаем Четыре Вернулись в исходное Нашли центр тяжести Три И еще два раза Два И закончили В случае, если вам тяжело работать с прямой ногой Можно поднимать только согнутую ногу Следующее упражнение Кимнастическую палку уводим за спину Руки согнуты в локтях Локти смотрят наверх В этом положении Мы выполняем наклон корпуса в сторону И возвращаемся в исходное Еще в другую наклон В исходное Продолжаем Вернулись Не забываем про дыхание Наклон Стараемся наклоняться не очень низко Чтобы не испытывать дискомфорта Еще И последние два раза В одну сторону И в другую Следующее упражнение Переводим гимнастическую палку за спину Локоть согнут В этом положении выполняем наклоны Наклон в сторону И вернулись в исходное положение Следим, чтобы локоть смотрел четко вниз Не отводим руку Ни назад, ни вперед Продолжаем выполнять наклон И возвращаемся в исходное Дыхание равномерное Дыхание равномерное Выполним еще четыре раза Четыре Вернулись Три Два И последний раз Закончили Возвращаем палку перед собой Руки на ширине плеч В этом положении Мы сгибаем руки В локтевом суставе Выпрямляем вперед Возвращаем обратно И опускаем Согнуть Выпрямить Согнуть Опустить Согнули руки Подняли палку вверх Вернули в исходное Опустили Итак, соединяем два упражнения Согнуть Выпрямить Согнуть Опустить Согнуть Поднять наверх Согнуть Вернуть в исходное Продолжаем К себе Вперед К себе Вернули Сгибаем Вверх Опускаем Вниз Продолжаем Еще Вперед Вернули Еще раз Согнуть Ближе к груди Вытолкнуть наверх Вернуть в исходное Опустить Еще четыре раза Согнули Выпрямляем Перед собой Вернули в исходное Опустили Груди Вверх Продолжаем Вдох Выдох Вдох Выдох Продолжаем Вдох Наверх И в исходное Последний раз Согнуть Выпрямить Согнуть В исходное К себе Вверх И опустили Закончили Продолжаем В том же исходном положении Поднимаем руки Вверх С прямой спиной Опускаемся До параллели с полом Возвращаемся В исходное И опускаем Руки вниз Следите Чтобы колени Были слегка согнуты Еще раз Работая Поднимаем руки Вдох Опускаемся Вниз Возвращаемся В исходное положение И продолжаем Еще раз Руки Вверх Прямая спина Наклон До параллели с полом Возвращаемся В исходное Опустили руки Еще два раза Вверх Наклон Голова Продолжение Возвращаемся Возвращаемся В исходное Опустили И последний раз Вверх Наклон Поднялись Закончили Руки остаются Хватом сверху На ширине плеч Из этого положения Мы сгибаем руки В локтевом суставе Выдох Вдох 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 Делаем Всего пять раз Продолжаем Дышать Вдох Вдох И последний раз Вдох Вдох Для выполнения Следующих упражнений Нам понадобятся Гантели От полутора До трех килограмм Итак Гантели в руках Стопы параллельно Ноги на ширине плеч Колени чуть согнуты Спина прямая Поднимаем руки вверх И держим 15 секунд При этом мы дышим равномерно Ни в коем случае Не задерживаем дыхание Еще Пять Четыре Три Два Опустили Отдыхаем Сорок Сорок пять секунд Спокойно дышим И начинаем выполнять Отведение рук в стороны Приготовились Проверили свое исходное положение Локти у нас слегка согнуты Разводим руки И держим 15 секунд Дышим равномерно Не задерживаем дыхание Еще Пять Четыре Три Два Опустили Снова отдыхаем И сейчас повторим Подъем рук перед собой И отведение рук в сторону И так Приготовились Поднимаем руки И держим Не забываем дышать Дышим равномерно Еще Пять Четыре Три Два Опустили Если вам тяжело Держать сразу 15 секунд Можно уменьшить время И приготовились После отдыха 40-45 секунд Разводим руки в стороны Задержали Дышим Проверяем спину Пресс в напряжении Опустили Отлично Убираем гантели И переходим К маршу Маршируем на месте При этом Темп у нас Не быстрый И попробуем Выполнить Марш вперед-назад Сначала Лицом вперед Несколько шагов И назад Продолжаем маршировать Вперед Темп сохраняем Назад Еще Вперед И назад Последний раз Приготовились Вперед И назад Продолжаем марш на месте Руки поставили За голову Продолжаем маршировать Локти смотрят в сторону Попробуем пройти вперед И назад Еще Вперед Назад Последние три раза Продолжаем Назад Аккуратно ходим Не торопимся Держим положение И последний Отлично Руки опустили Марш Продолжаем на месте Попробуем выполнить приставной шаг Вперед Вперед Назад Шагаем Приставить ногу И вернуть обратно Руки можно поставить на пояс Данное упражнение позволяет улучшить вашу координацию Еще Четыре Три Два Отлично И попробуем то же самое В другую сторону Продолжаем приставной Вперед И назад Молодцы Еще четыре Три Два И отдыхаем Марш на месте Маршируем Сделали вдох Выдох И еще раз Вдох Выдох Продолжаем марш И нам с вами остается повторить снова упражнение с гантелями Итак, берем гантели Занимаем исходное положение Ноги на ширине плеч Приготовились Поднимаем руки с гантелями вперед Держим 15 секунд Дышим равномерно Отлично Опускаем Теперь приготовились Отдыхаем Подышали Расслабились И приготовились Разводим руки в сторону Держим Отлично Отлично Опустили Отдыхаем Если вы чувствуете в себе силы, можно повторить еще несколько таких подходов с гантелями Приготовились Поднимаем руки Поднимаем руки Вперед Держим Закончили И в стороны Через небольшой интервал отдыха Внимание Внимание Держим Держим Другая Одна рука выводится вперед Ладонь смотрит От себя И поменяли руку Отлично Взяли себя За локоть Меняем руку После небольшого расслабления Сделаем дыхательное упражнение Вдох Выдох И последний раз Вдох Выдох Закончили Занимаясь лечебной гимнастикой Помните про систематичность занятий Ваши занятия должны быть регулярными Продолжительность увеличивайте постепенно Следите за техникой упражнений И за дыханием Помните Что начинать занятия лечебной гимнастикой Можно только после разрешения врача Первые занятия должны быть продолжительностью Не более 10 минут С минимальным количеством повторений Если вы берете отягощение То отягощения должны быть От килограмма до трех Двигайтесь от меньшего к большему Если у вас возникают боли Неприятные ощущения во время занятий Прекратите их Либо выберите другие упражнения При выполнении которых Вы чувствуете себя более комфортно Данные комплексы помогут вам Чувствовать себя намного лучше Избежать головных болей Избежать головокружений И слабости Лечебная гимнастика Поможет вам справиться С сердечно-сосудистыми заболеваниями И улучшить свое здоровье Я желаю вам удачи Регулярных тренировок Улучшения здоровья Всего доброго! Рассмотрим комплекс растягивающих упражнений Данное упражнение необходимо выполнять После каждого основного комплекса Сейчас я вам представлю растяжку В разных исходных положениях Вы для себя можете выбрать Самые простые элементы Постепенно усложняя свои комплексы Более сложными растяжками Растяжка необходима нашему организму Для того, чтобы вернуть кровь Скопившуюся в ногах После комплексов к сердцу Для того, чтобы после занятия У вас не было плохого самочувствия Головокружений или переутомления Растяжка помогает избежать мышечных болей Первое, с чего мы начнем Это растяжка в исходном положении стоя Здесь вам понадобится опора Это может быть стул Это может быть гимнастическая палка Или стенка Итак, ноги на ширине плеч Мы с вами переносим вес тела на одну ногу Опорная нога чуть согнута в колени Другую ногу подтягиваем пяткой к ягодице Следим за тем, чтобы колено рабочей ноги Смотрело четко в пол В данном положении у нас растягивается Передняя поверхность бедра Держим положение от 10 секунд И увеличиваем постепенно до 1 минуты При этом следим, чтобы у нас корпус был наклонен Чуть-чуть вперед Мышцы живота были напряжены Ягодицы подтянут Из этого положения Плавно подтягиваем колено к груди И держим Колено должно быть максимально близко к вашей грудной клетке Здесь у нас растягивается ягодичная мышца Держим положение Не забываем, что опорная нога у нас немного расслаблена Из этого исходного положения Отводим рабочую ногу в сторону И стараемся надавить так, чтобы у нас потянулась внутренняя поверхность бедра Колено тянем чуть вверх Держим положение И возвращаем ногу в исходное Все то же самое мы повторим с другой ноги Для этого нужно встать с другой стороны стула Подтягиваем пятку к ягодице Колено смотрит в пол Держим положение и растягиваемся При растяжке вы не должны чувствовать дискомфорта Отлично Здесь у нас тянется передняя поверхность бедра Далее подтягиваем колено к груди Держим положение Не забываем про опорную ногу Дыхание ровное Спина прямая И отводим ногу четко в сторону Задержали положение Опустили Теперь встаем Стул находится перед вами Ноги прямые Опускаемся вниз Держим положение Растягивая заднюю поверхность бедра Стоим в этом положении От 10 секунд до 1 минуты Хорошо Аккуратно переносим вес тела На одну ногу При этом у нас стопы параллельно И следим, чтобы колено не выходило за носок В коленном суставе угол 90 градусов В этом положении у нас тянется внутренняя поверхность бедра Стараемся не отрывать стопы от пола Переносим вес тела на другую ногу И держим Следите за пятками Пятки у нас прижаты к полу Колено не выходит за носок Таз отведен назад Хорошо Меняем положение Одна нога на пятке Носок смотрит на вас Наклон вперед Опорная нога согнута в колени Опора на стул Продолжаем растягивать заднюю поверхность бедра И икроножную мышцу Спина прямая Поменяли ногу Все то же самое Выполнили в другую сторону Носок тянем на себя Хорошо Следующее упражнение сложное по координации Поэтому обязательно используем опору Одну ногу скрестно кладем Сверху другой И садимся чуть вниз Можно одной рукой надавить На внутреннюю поверхность бедра Чтобы почувствовать растяжение боковой поверхности Держим положение Но это упражнение могут выполнять только подготовленные люди И поменяли Присели на другую ногу Держим Отлично Закончили Теперь Округляем спину Руками тянемся вперед Таким образом мы растягиваем среднюю часть спины Держим положение Таз выводим вперед Колени чуть согнуты Одной рукой беремся За запястье Свободной руки И тянемся чуть в диагональ Таким образом мы растягиваем Широчайшую мышцу спины И держим положение Дышим равномерно Все то же самое Повторяем в другую сторону Чтобы растянуть грудные мышцы Необходимо Увести руки в стороны Большие пальцы смотрят назад И задержать исходное положение Далее переводим руки в замок Грудью тянемся вперед Продолжаем тянуть грудную мышцу Выводим одну руку вперед Взялись за плечо Растягиваем Мышцы плеч Повторить с другой руки Бицепс плеча Взялись за пальцы Ладонь от себя Рука прямая Можно потянуть руку Чуть по диагонали вниз Повторяем с другой руки Выпрямились И потянули руку Чуть по диагонали вниз Треуглавая мышца плеча Уводим руку за голову Ладонь опускаем между лопаток И другой рукой надавливаем На локоть И повторили В другую сторону Переходим к растягивающим упражнениям В исходном положении Сия Садимся ноги Врось Как можно шире Спина прямая Руки поднимаем наверх Из этого положения Разворачиваемся к одной ноге И опускаемся вниз С прямой спиной Взявшись за стопу Мы держим положение В течении 10 секунд Постепенно увеличивая время В данном исходном положении Выпрямляя руки Мы возвращаемся наверх И опускаем их через стороны Еще раз Поднимаем руки вверх Разворачиваемся теперь к другой ноге И опускаемся вниз Держим исходное положение Возвращаемся Разворачиваемся вперед То же самое Опускаемся вниз Простой вариант На ладони Держим положение Носки стоп Смотрят на вас Более сложный вариант Опускаемся на локти Задержались Во время выполнения этого упражнения Следим, чтобы не было болевых ощущений Дискомфорта Взялись руками За кончики стоп За носки Держи Стараемся тянуться Макушкой вперед Возвращаемся в исходное положение Стопы вместе Руки снова возвращаем наверх Аккуратно С прямой спиной Опускаемся к прямым ногам Взялись за стоп Держим положение Держим положение Не стараемся Сразу опуститься до конца Выполняем все без болевых ощущений Держим положение Дальше возвращаясь Руки поднимаем наверх И опускаем через сторону вниз Стопы вместе Колени смотрят в сторону В этом положении Спина прямая Спина прямая Локсевым суставом Мы давим на внутреннюю поверхность бедра Колени направлены вниз Держим положение Держим положение Взяли за носки И попытались чуть-чуть потянуть себя вперед Возвращаемся Одна нога согнута Другую уходим назад Свободной рукой Давим на колено и бедро И попытались посмотреть Назад Спина при этом прямая Дыхание равномерное Растягиваем боковую поверхность бедра Хорошо Меняем положение Согну другую ногу И задерживаем Остаемся в исходном положении Сидя Колени согнуты Руки в замок Под коленями И округляем спину Немного отклонившись назад Растягиваем мышцы спины В этом же положении Мы можем растянуть грудные мышцы Опустив руки Ладони четко в пол Можем прогнуться в грудные клетки И задержаться Переходим в исходное положение Лежа на спине Аккуратно взявшись за колено Опускаемся на спину Вытягиваем ноги Руки вверх И стараемся вытянуться максимально Теперь сгибаем ноги в коленном суставе Опускаем их в сторону Руки движутся в противоположную Меняем положение Меняем положение Скручиваемся Ноги в одну сторону Руки в другую Снова вытягиваем две руки наверх Ноги в противоположную сторону Задержались Из этого положения Подтягиваем колено одной ноги Максимально к груди И держим Растягиваем ягодичные мышцы Выпрямляем рабочую ногу на себя Держим положение Следим, чтобы вторая нога лежала на полу Либо была согнута в колени Снова сгибаем И отводим в сторону так Чтобы у нас колено Двигалось по направлению к полу Стараемся таз не отрывать от пола Из этого положения Переводим ногу к противоположному плечу И растягиваем боковую поверхность бедра Сгибаем свободную ногу Рабочую кладем сверху И под коленом Зажимаем руки в замок Подтягиваем обе ноги в груди Опустили Выпрямляем ноги И меняем рабочую ногу Подтягиваем колено к груди Держим положение Теперь выпрямляем ногу По направлению к себе Стараемся под коленом Не держать руки Иначе у вас нога будет сгибаться В коленом суставе Либо за бедром Либо за голень Сгибаем ногу И отводим в сторону Не отрываем таз Переводим колено к противоположному плечу И меняем положение Подтянув обе ноги к себе Здесь тянется средняя гоничная мышца И боковая поверхность бедра Хорошо Оба колена подтянули к груди Поясница прижата к полу Тянем ягодичные мышцы Оторвав поясницу Мы добавляем растяжение Поясничной манитой позвоночника Взяли ноги скрестно И потянули к себе Все то же самое Другая нога сверху Держим положение Аккуратно выпрямляем руки наверх Ноги прямые Через стороны Взявшись за колено Возвращаемся В исходное положение Сидя Закончили Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова